Наш эфир продолжает программа «Гость в студии». Меня зовут Марина Кабатюк. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях директор Центра национальных культур и народного творчества Татьяна Темношева. Татьяна Ивановна, добрый день. Добрый день, Ирина. Татьяна Ивановна, ну вот смотрите, первый в мире и пока единственный дом карельского языка должен появиться в нашей республике. Что это за необычный такой дом и почему о нем в последнее время так много говорят? Дом на самом деле необычный, хотя я думаю, что это не случайно, это закономерно. Хотела бы знать, на чем сначала акцентировать внимание. На том, что все-таки все мы живем на земле, название которой Карелия. И, наверное, никогда, может быть, большинство людей не задумывались о том, а почему иногда бывает так сложно, так трудно, так решить какие-то вопросы. И мне кажется, что наша акция называется «Язык – это душа народа». И все-таки Карелы – это коренной народ. И поселок Ведлазира – одно из немногих мест, где язык живет своей живой жизнью. Вот надо просто представить, что утром встает ребенок, с ним мама разговаривает на карельском языке. Папа провожает его на карельском языке, он идет в школу. Разве это не чудо? А были ли какие-то другие претенденты на то, чтобы именно в этих других поселках появился дом? Почему именно Ведлазира выбрали? Вы знаете, потому что инициатива пошла, что называется, из корней от людей. Группа энтузиастов, людей неравнодушных и мечтающих о том, чтобы их язык жил, вышли с инициативой, чтобы в поселке Ведлазира был дом карельского языка. Сначала обратили внимание на старое здание, потом по техническим причинам было понятно, что оно существовать не может. Сами устроили субботник, пригласили всех и снесли это здание. Потом уже собрали средства, был залит фундамент. И далее, я думаю, что мы не могли не обратить на это внимание и не оказать поддержку. Вот сейчас строительство на каком этапе? Видели ли вы, что там сейчас происходит? Сейчас строительство на этапе просто готового фундамента. Вот. Но мы работаем сейчас в рамках очень серьезного проекта. Это образование этнокультурных центров, сети этнокультурных центров на территории нашей республики. И одна из основных, может быть, задач существования этих центров – это язык, это сохранение языка. Но вот если мы говорим, допустим, о проекте и о тех районах и населенных пунктах, то, к большому сожалению, поселок Верлазера не вошел в состав тех поселений, тех территорий. Вот. Но эту ошибку надо исправить. И я думаю, что… Компенсировать. Да, да. В общем-то, наши инициативы. И поэтому министром культуры Республики Карелии Еленой Викторовной Богдановой было предложено начать, может быть, двугодичный этап вот этой благотворительной акции. И всем миром, я думаю, что эта традиция всегда существовала в нашей стране – собрать средства, чтобы этот дом появился. Давайте все-таки немножко поговорим о том, что же это будет за дом. То есть нельзя, наверное, в узком смысле понимать, как дом культуры. Что это такое вот будет? Нет, конечно, это не дом культуры. Знаете, я думаю, что, может быть, он явит собой символ возрождения и сохранения не только языка, но вот этой корневой системы, системы, которая всегда была на этой земле. Прежде всего, это язык, уникальная традиционная культура карелов. И я думаю, что это будет такая наша карельская туристическая мека, потому что… А если говорить конкретно, вот так вот материально, да, что это будет дом 400 квадратных метров, где будут встречаться люди, говорить на своем языке, там будут курсы карельского языка. Он будет наполняться традиционными, может быть, культурными ремеслами культур. Вот я думаю, что это будет такая душина, где будут собираться люди, наверное. Знаете, это было и сто, и 200 лет назад были такие народные дома всегда в сельских поселениях, куда приходили люди, говорили о жизни, строили свои планы. И вообще, как мы говорим, сейчас будущие проекты и все. Этот дом будет жить и пульсировать живой жизнью, я считаю, настоящей жизнью. А для кого будут открыты двери? Вот вы сказали, что это будет туристическая мека, да, то есть туристы туда приедут? Мы мечтаем об этом, да. А могут ли, я не знаю, ну просто жители Карелии приехать, посмотреть, я не знаю, пройти какой-то элементарный курс обучения языка? Будут ли такие возможности? Конечно, Марина, конечно. Вы знаете, сейчас я абсолютно не лукавлю, это не искусственное, допустим, такое вот, знаете, вот, допустим, ну, не искусственно наращивается именно год карельского языка, поэтому мы открываем курсы карельского языка, мы наблюдаем, что в том году курсы карельского языка посещало, допустим, такое количество людей. В этом году мы не могли даже удовлетворить запрос всех желающих. И разброс был очень большой от маленьких детей, я даже не буду называть, даже члены правительства Республики Карелии изъявили желание, да, да, изучить этот язык. Я знаю, например, артистов, я знаю актеров, которые хотят, они не карелы, но они хотят изучать этот язык. Далее приведу вам пример, вы знаете, вот в Аланинском районе, в поселке Ильинске, там из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области приехало несколько молодых семей, вот. И у них тоже, у этой молодежи, вот они решили как бы свои корни пустить, вот свои семейные гнезда строить именно здесь, вот. И у них тоже очень большой интерес к изучению вот карельского языка, поэтому, вот, вы знаете, это как-то вот повсеместно идет, заполняет вообще наше пространство. Я полагаю, что это абсолютно правильно. Вы сказали о том, что строительство дома идет, что называется, всем миром. То есть у дома уже много друзей, а какая еще вот сейчас помощь нужна и как можно помочь? Вы знаете, я думаю, что самое главное в нашей акции, мы реалисты и мы понимаем, что, допустим, выступления двух оркестров Карельской государственной филармонии, они протянули нам руку и мы очень рады, что они вместе с нами и ощущают, что мы живем на одном, в общем, пространстве, и они каждый в своем узком зашоренном коридоре. Я думаю, что те мероприятия, которые прошли уже 9 и 10 числа в Пряжинском районе, это только начало, и мы понимаем, что стоимость билетов или благотворительных взносов, она мизерна. Для нас самое главное привлечь внимание, сделать общественный резонанс. И я полагаю, что под лежащий камень вода не течет. А какие еще благотворительные мероприятия пройдут, вот куда можно пригласить горожан, чтобы помочь? Ну, я просто скажу, что 9 и 10 числа в Пряжинском районе целый комплекс мероприятий. 9 числа была этновечеринка, куда приехала молодежь из Петрозаводска, тоже ярмарка культурных инициатив, концерт оркестра русских народных инструментов, ОНЕГО, Карельская государственная филармония. Художный руководитель очень тепло принял наше предложение, и была подготовлена интереснейшая программа. А вот 18 ноября наш блестящий симфонический оркестр Карельской государственной филармонии выступит с замечательной концертной программой в Большом зале филармонии, куда мы, в общем-то, приглашаем Петрозаводчан в 19 часов. Вот все эти благотворительные мероприятия, они, как вы говорите, несут такую массовость, это уже, наверное, признак успеха. В таком случае, а можно ли говорить уже о каком-то, ну, не знаю, хотя бы примерном времени открытия уже этого дома? Как рассчитываете? Может быть, возьму на себя смелость, но процитирую Елену Викторовну Богданову. Вы знаете, она человек, если она говорит, она делает. Вот на пресс-конференции 1 ноября она сказала, этот дом будет стоять, я даю слово, уже в конце 2014 года. Потому что акция будет продолжаться, в июле будет форум финно-угорской молодежи в Пряжинском районе. И я думаю, что центр тоже предложит ряд мероприятий, которые будут продолжать эту акцию. Ну что ж, я надеюсь, что так оно и будет. Я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. На этом на сегодня все. Я напоминаю, это была программа «Гость студии». Всего доброго. До свидания.